МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. Новое развитие парка. На градостроительном совете утвердили концепцию развития Лакреевского леса. Расти рыбка большая и маленькая. Я абсолютно уверен, что они приживаются. И абсолютно уверен, что поголовье восстановится. Волгу выпустили 15 тысяч мальков стерляди. Ветер, ветер, ты могуч. В Чебоксарах развиваются экстремальные виды спорта. Метан как средство защиты окружающей среды и роста экономического потенциала. Переход на газомоторное топливо широко обсуждается в регионах. Соответствующее поручение поступило от президента России. Плюсы и минусы, связанные с этим, считали сегодня участники экономического совета при главе Чувашии. О том, что Приволжский федеральный округ – наиболее подходящая площадка для перевода пассажирского, коммунального и сельскохозяйственного транспорта на метан, говорили в июне на совещании у полпреда Михаила Бабича. Мы подписали двухстороннее соглашение для сведений о сотрудничестве области применения газомоторного топлива с акционерным обществом КАМАЗ. Соглашением предусматривается расширение применения автомобильной техники, работающей на компромированном природном газе, развитии сервисной и иной инфраструктуры. Что нам нужно сделать, отраслевые министерства уже знают, они озадачены, представляя заявки, мы должны полностью пройти определенный конкурс, для того, чтобы, войдя в пилотный проект, начиная с этого года, могли уже получать соответствующие субсидии. В федеральном бюджете 3,2 миллиарда рублей обозначено. Преимущества метана, как топливо, известны. В первую очередь, это природоохранный эффект. Экологи аплодируют стоя. В несколько раз сокращается количество вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, запасов нефти промышленности хватит лет на 40, а природного газа на 500. Ну и третий аргумент. Кубометр газомоторного топлива втрое дешевле литра бензина. Опыт регионов, участвующих в пилотных проектах по расширению рынка газомоторного топлива, показал, что годовая экономия при переходе с дизельного топлива на метан составляет от 200 до 800 тысяч рублей на транспортную единицу. В зависимости от объема двигателя и пробега транспортного средства. Практика эксплуатации автобусов ПАЗ-3204 на компримированном природном газе в Чебоксарском ПТП с ноября 2013 года по май текущего года подтвердила данный факт и позволила сэкономить для предприятия около 400 тысяч рублей на единицу техники. Годовая экономия должна составить около 600 тысяч рублей. Словом, в необходимости перехода на газомоторное топливо никто не сомневается. И действовать необходимо сразу в двух направлениях. Закупать новую технику с соответствующим оборудованием и переделывать уже имеющиеся под метан. Однако процесс этот не дешевый. Во-первых, машины, работающие на метане, как правило, дороже своих бензиновых собратьев. Во-вторых, переделка обходится недешево. Есть и еще один сдерживающий фактор. Газозаправочных станций явно недостаточно. Это при том, что максимальный пробег техники, работающей на метане, от заправки до заправки – 100 километров. Общее количество автотранспорта в Чувашской республике у нас сегодня порядка 281 тысячи. Из них более 8,5 тысяч – это переведены на сжиженный газ и на природный газ. То есть практически это составляет всего 3% от существующего автотранспорта, который находится на территории республики. Также имеется на сегодняшний день 55 действующих автогазозаправочных станций, которые заправляют сжиженным газом. И одна ГНКС – это которая заправляет компромированным природным газом. Государство, в свою очередь, готово взять на себя часть расходов, связанных с переходом на газомоторное топливо. Тем, кто займется этим вплотную и масштабно, полагаются субсидии и льготы. Соответствующие средства уже заложены в бюджет. Что же касается недостаточности газозаправок – это вопрос времени. Глава Чуваши Михаил Игнатьев поручил внести в генеральный план необходимые изменения и предусмотреть места для их строительства. Кроме того, в республике появятся и передвижные заправки. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Каким будет обновленный Лакреевский парк? Этот вопрос решали на градостроительном совете. Кроме реконструкции парка, в повестке дня был еще один важный вопрос – рассмотрение эскизного проекта гостиничного комплекса «Одис-отель». Кстати, это был первый градостроительный совет для нового главного архитектора Чебоксара Вениамина Мамуткина. Специалисты проектного бюро «Архформа» провели зонирование Лакреевского парка, проложили маршрут и определили места для нового входа. Мы его старались сделать интересным для всех групп населения, для молодежи, пенсионеров среднего возраста. Поэтому в нем появились такие объекты, как физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовая арена, но функциональный комплекс зрительным залом, площадки для активного отдыха. Специалисты предлагают оптимизировать и зеленые насаждения. Сегодня территория парка 42 гектара. Парка используется лишь на треть. Остальная часть заболочена и замусорена. В проекте предусмотрена большая сеть пешеходных и велодорожек. Члены градостроительного совета утвердили представленную концепцию реконструкции парка. А вот очередной проект реконструкции несостоявшейся гостиницы «Сувар», а теперь «Одис-отель» отправлен на доработку. Эскиз был разработан в эконом-варианте. Для удешевления строительства собственник решил сделать стеклянный фасад, отказаться от шпилей, подземной парковки, красивого анфиладного спуска к заливу. Членов совета не удовлетворила упрощенная коробка, напоминающая соседние здания. Как развивается Заволжье? Хватает ли там детских площадок и детских садов? И в каком состоянии оздоровительные лагеря? Наша съемочная группа побывала на левом берегу Волги. Первым делом депутаты посетили центральную детскую площадку в поселке Сосновка. Всего на территории Заволжье действует семь детских площадок. Часть из них обновлялась в течение последних трех лет. Сейчас она оснащена современными тренажерами, новыми игровыми конструкциями и другими архитектурными формами. Помимо родителей с детьми на площадке занимаются и любители здорового образа жизни, которые съезжаются сюда со всех поселков Заволжья. Дети после садиков, все мамочки собираются здесь. Нас приезжают сюда на эту центральную площадку из поселка Северный, из поселка Октябрьский. Хоть у них есть форма, но у них необходимый минимум. Одна качелька, одна горка. А здесь мы уже планируем еще дальше развивать. Может быть даже в последующем какой-то спортивной направленности. Может быть теннисные столы поставить, может шахматные. То есть мы это все планируем. Ежегодно в Заволжье появляется более 30 маленьких жителей. Поэтому сейчас таких площадок надо больше. Решили, что будет потрачено 650 тысяч рублей, чтобы игровых зон стало больше. Мы гуляем на этой площадке часто и нам нравится, как тут все устроено, что на площадке чисто. Недавно построили новые качели, тренажер недавно поставили. Так была старая. Левобережье позиционируется как экологически чистый уголок. Но, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. К этому и призывает жителей и туристов администрация Заволжья. Цель этих субботников все-таки оставить наше Заволжье чистым, красивым и нетронтым. В принципе, скажем так, по большому счету нам это удается. Но и через средства массовой информации, наверное, хочу обратиться к туристам, которые любят приезжать в Заволжье. Все-таки, наверное, вести себя более культурно, не оставлять после себя горы мусора, все стараться забирать с собой. Еще одним местом, которое посетили городские депутаты, стал детский лагерь «Волна». Здесь представители власти ознакомились с результатами ремонтных работ, ведь лагерю уже как-никак 55 лет. А в перспективе планируется реконструировать «Волну» для работы круглый год. Дети, находясь в городе, они, в общем-то, не получают такого огромного количества эмоций, воздуха, кислорода. Здесь ты живешь на природе, ты не подвержен влиянию каких-то вредных влияний городского характера. Поэтому дети обязательно должны быть под присмотром все лето. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. На днях в Чебоксарах на улице Фучика водитель грузовой «Газели» сбил мотоциклиста. Авария произошла в полдень на не очень оживленной трассе. При перестроении водитель «Газели» не уступил дорогу мопеду, который двигался в попутном направлении. Водитель мопеда был в шлеме. В результате аварии 17-летний молодой человек с переломом голени госпитализирован в одну из больниц Чебоксар. По данным представителей ГИБДД, виновник аварии – водитель «Газели». Только 9 июля в республике произошло 4 ДТП с участием мопеда. Всего же за 6 месяцев 2014 года на дорогах Чувашии в аварии попали 43 двухколесных транспортных средства. Погибли 3 человека. Чтобы на дорогах было меньше аварий, это, наверное, прописная истина. Надо учить детей правилам дорожного движения. Ежегодно сотрудники госавтоинспекции в летнее время занимаются профилактикой в детских оздоровительных лагерях республики. Одна из таких акций прошла в лагере «Белый камень» в Марпасадском районе. Сотрудники инспекции показали мультфильмы для младших школьников по правилам дорожного движения, провели конкурс рисунков на асфальте и викторину со сканвордами. Кульминацией конкурса стали заезды на велосипедах на детской площадке, оборудованные знаками и разметкой. Лучшим участникам вручили памятные призы. Стерлить – ценный вид исчезающих осетровых рыб и лакомый кусочек для браконьеров. Ее черная икра может стоить до 2000 долларов за килограмм. Однако достать стерлить из ее образа жизни можно только взрывчаткой. А такое масштабное браконьерство – серьезное преступление. И на Волге это редкость. Как, впрочем, и сама стерлить, неудивительно, что сохранить царскую рыбку и фтеологи стараются всеми силами. В Заволжье прошла экологическая благотворительная акция по зарыблению Чебоксарского водохранилища. Выпускала рыбок в свободное плавание и Юлия Важенина. Вот этих самых малюток выпускают сегодня на постоянное жительство в Волгу. 15 тысяч мальков стерлить отправят в естественную среду обитания. Это все сделано для того, чтобы в нашей родной, любимой реке Волга водилась рыба. Да, рыба царская. И стерлить – это рыба, которая занесена, как красная книга, можно сказать, занесена, которую нельзя просто так вылавливать. И сегодня мы сделаем большое дело, когда эту рыбу, эти мальки запустим в нашу реку Волга. Экологическая благотворительная акция прошла в поселке Октябрьский на берегу Волги. Провести спецоперацию по возрождению исчезающего вида доверили детям из оздоровительного лагеря «Волна». Мы запускали рыбу, чтобы они размножались в нашей Волге, и чтобы в нашей Волге очень много рыб было. Малюток разводили в особых условиях и кормили специальным комбикормом. А за последние 10 дней их адаптировали к предстоящей температурной среде. Сейчас малыши весят в среднем по 5 граммов. В естественной среде обитания стерлить живет до 30 лет, растет довольно медленно, но зато достигает 15 килограммов. Эта рыба достаточно хорошо приживается в водоемах, неприхотливо и примерно через 5 лет дает потомство. Это нужно для поддержания биоразнообразия и адаптации ценных видов рыб во вновь созданных водоемах. А поскольку условия жизни в этих водоемах, вновь созданных, они в принципе ничуть не хуже, чем были в реке, Я абсолютно уверен, что они приживаются и абсолютно уверен, что поголовье восстановится. Процента выживаемости, конечно, не будет, стопроцентный, это понятно, но довольно значительный, иначе бы этих акций не проводилось. Кстати, лето является одним из самых благоприятных периодов для выпуска мальков в естественные условия. В это время в воде развивается много микроорганизмов, которые являются кормом для подрастающей молоди. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. В октябре следующего года в стране пройдет микроперепись населения, которая станет генеральной репетицией всероссийской переписи 2020 года. В Чуваши опробуют новый метод сбора данных, сообщает в Чувашстате. Подготовка к микропереписи начнется уже через пару месяцев. До конца года предстоит сформировать регистраторские участки, подготовить картографический материал и обойти жилые помещения. Осенью подготовкой займутся более 70 регистраторов по всей республике. С помощью электронных опросников в сети интернет люди смогут, не выходя из дома, заполнить переписные листы и отправить их в Центр обработки информации. Новый метод сбора статистических данных облегчит работу переписчиков и ускорит проведение переписи. Сегодня уполномоченные по защите прав предпринимателей в республике и президент адвокатской палаты Чуваши подписали соглашение. Соглашение призвано укрепить взаимовыгодное сотрудничество в интересах развития предпринимательства в регионе. Свои подписи под документом поставили бизнес-омбудсмен республики Владимир Иванов и президент адвокатской палаты Чуваши Елена Кузьмина. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве заключили в присутствии начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской республике Дмитрия Сержантова, а также адвокатов Чебоксара и Новочебоксарска. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что институту уполномоченного нужны хорошие адвокаты и юристы, чтобы совместными усилиями помогать предпринимателям, оказавшимся в сложной ситуации. Теперь абитуриенты Чувашского государственного педагогического университета смогут зайти на сайт университета и приемной комиссии при помощи своих мобильных устройств. Абитуриентам необходимо лишь сосканировать QR-код своим мобильным устройством и сохранить контакты выбранного сайта. Учреждения культуры получили дополнительное финансирование из городского бюджета, в их числе и Чебоксарская детская музыкальная школа имени Степана Максимова. На сегодняшний день она является одной из самых старых школ в Чувашии и существует в 20-х годах 20-го века. В последнем здании на улице Гагарина коллектив располагался 64-го года. Но техническое состояние его оставляет желать лучшего. Как изменится эта ситуация уже к началу учебного года в нашем следующем сюжете. Ученики музыкальной школы имени Максимова 1 сентября увидят ее в новом образе. Со вчерашнего дня в ней начались строительные работы, на которые было выделено 2,5 миллиона рублей. За это время преображение ожидают актовый зал школы и его фойе. Начинается все с концертного зала. Дети, которые придут к нам в школу учиться, это первое занятие, это первое сентября, это будет занятие в концертном зале. Средства были выделены на замену конструкций покрытия и подвесных потолков над актовым залом и фойе зала. По плану эти работы будут завершены 15 августа этого года. Конечно, сам фасад здания и учебные кабинеты также требуют капитального ремонта. И, возможно, по словам директора школы Станислава Григорьева, в ближайшие годы ремонт будет проведен. Екатерина Абрамова, Антон Вовк, Республика. В Чубаксарах начали развиваться новые виды спорта – виндсерфинг и кайтинг. Теперь любителям экстрима достаточно прийти на берег Волги и иметь при себе необходимое оборудование. Наша съемочная группа побывала на обучающих тренировках. Виндсерфинг – это вид парусного спорта и водного развлечения, в основе которого лежит мастерство управления на водной поверхности легкой доской с установленным на ней парусом. Обучение кайтингу и виндсерфингу в Чубаксарах проходит на базе Федерации кайтинга и серфинга Чувашии. Здесь впервые в этом году в июне начали проходить обучающие тренировки. Большие паруса используются при слабом ветре, а маленькие – при сильном. Кайтсерфинг – вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемый, удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем. Всего в секции занимаются 10 детей. Их возраст от 14 до 18 лет, но есть и самый юный любитель 9 лет. Увидела на сайте Чебру запись, что можно заниматься таким спортом, как виндсерфинг. Мне стало интересно, я решила прийти сюда. И когда я пришла, мне рассказали много чего интересного, мне стало интересно попробовать это, как это вообще. И мне достаточно понравилось, и я буду заниматься сколько не надоест. Тренируются юные серферы три раза в неделю по два часа. Сначала дети проходят физическую подготовку, затем теоретический курс по материальной части и переходят к практической – на воде. Для занятий такими видами спорта необходимы специальные гидрокостюмы и гидрообувь. Дети сначала учатся стоять на доске без паруса, тренируются ходить вперед, назад по доске, крутиться по ней. Потом, как они освоят уже доску, подружатся с ней, я предлагаю им начать занятия с парусом. Тренировки с парусом проходят намного сложнее, потому что есть трудность выдернуть парус из воды. На сегодня дети научились стоять на доске, ходить под парусом по ветру и против ветра. Набор в группы продолжается, и все желающие школьники могут прийти на обучение такому увлекательному виду спорта. Анастасия Лангина, Антон Вовк, Республика. Вы смотрели информационную программу «Республика» на национальном телевидении Чуваши. Я Ольга Пыречкина, с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова